Самоубийство должников доводили. И сегодняшняя история, увы, не из ряда вон. Так, эпизод всего лишь бесконечного сериала о том, как выбивают ныне долги из граждан Российской Федерации. И задолжал-то банку человек 3000 рублей. Но вот что с ним проделали дальше коллекторы. Около 10 вечера под караулив у подъезда мужчину затолкали в машину и направились в сторону МКАДа. По дороге доходчиво объяснили, что он должен вернуть кредит. Те самые 3000. Как-то должник сумел вырваться и убежать, но похитители коллекторы. То есть все равно достали звонками. Договорились о встрече в 2 часа ночи. На нее мужчина пришел с нарядом полиции, а коллекторы с ружьем. Полицейским пришлось стрелять на поражение. Но вот что самое интересное. Когда вымогатели были обезврежены, выяснилось, что они являются ведущими специалистами. А теперь представьте, что творят не ведущие специалисты и не сотрудники банка. Случаев не сотни даже. Давайте вспомним некоторые. Они когда посадили меня на кухню, начали мне клоками просто выстригать волосы. За долг в 15 тысяч рублей жительница Ельца в буквальном смысле поплатилась своими волосами. Коллекторы, угрожая пистолетом, обрили ей голову, а затем до полусмерти избили мужа. По горячим следам нападавших задержали бойцы СОБРа. Полицейские завели на коллекторов уголовное дело по статье вымогательства, которое может быть переквалифицировано в разбой. Им инкриминируется превышение полномочий, которые были выразившиеся в том, что были причинены телесные повреждения должника, было отобрано имущество. А вот что оставили жителю Красноярска Ивану Тебенькову, выбывальщики долгов, на память после их последней встречи. Вот это вот резиновые пули, которые мне сегодня вытащили с головы. Окровавленные голова, разбитые окна, перестрелка и погоня. И все это за просрочку выплаты по кредиту в 10 тысяч рублей, который потом вырос до 100 тысяч. Бандитов в тот же вечер задержали. Вот этот стрелял. Вот этот стрелял? Да, вот этот стрелял. А тот толстый, он там сидит. А в Туле коллекторы вышибали долги табуреткой. Чтобы соседи не услышали крики и не вызвали полицию, молодому человеку кляпом заткнули рот. Он попал в аварию, повредил чужую машину, но расплатиться вовремя не успел. В гости к нему приехал личный директор коллекторской фирмы Александр Муратов. Деловая встреча тут же переросла в криминальную разборку. Скрытую камеру должник установил в квартире заранее, опасаясь за собственную жизнь. Как оказалось, не напрасно. Видеозапись стала вещественным доказательством в уголовном деле. По решению суда Муратов проведет за решеткой 15 лет. Но других это не останавливает. Долгие годы такой профессии, как коллектор, до юра не существовало. И вот только 6 апреля Министерство труда утвердило для них профессиональный стандарт. Предлагается ограничить количество звонков должнику не более 4 раз в сутки, запретить разглашать информацию о долге и лицензировать эту деятельность. Изменения должны быть внесены в закон о потребительском кредите. Но еще год назад коллекторам запрещали беспокоить должников по ночам. Звонить и писать СМС. За нарушение этих правил предусмотрен штраф от 5 до 10 тысяч. Однако на практике звонки продолжаются, да еще с угрозами. Расписывают краской двери и в подъезде угрожают расправой. Угрожают, да, вплоть до того, что детей кислоту я оболью. Будем вас приезжать, двери ломать и другие жестокие расправы применять. Поэтому те, у кого есть долг, ищут и некоторые находят способы самозащиты такого террора. Уже появились первые антиколлекторские агентства. Они предлагают защиту от кредиторов. Разработано и мобильное приложение, которое уже стало хитом в интернете. Оно автоматически блокирует звонки от коллекторов, занося их в черный список. А фермер в Новосибирской области не нашел ничего лучше, как расплатиться с банком тем, что у него осталось. Перед его офисом сибиряк вывалил две тонны навоза. Говорит, что его избывали коллекторы, и вот он отомстил. Согласно закону об исполнительном производстве, должник отвечает всем своим имуществом перед кредитором. Вот я, пожалуйста, привез дерьмо, пусть забирают. Согласно официальных бумаг, оно стоит 40 тысяч рублей. Александр Лукьянов, Вести. Ну вот до такого доходит у нас студия.